. . . . . Ой, не понял. Да кто-то... Ха, это... Хе-хе-хе Хе-хе 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 Кого это там ветром вздуло? Милая У감ния Музыка Музыка Доброе утро капитан Доброе асу, будет работать? капитан вы если что молчите доброе утро салон будет работать чуть-чуть попозже что мы будем жрать полки а Туман скрыл всё солнцем. Туман скрылся солнцем. Сонная отрица. Туман скрылся солнцем. Туман скрылся солнцем. Туман скрылся солнцем. Облился. Доброе утро. Доброе утро. Эта поездка, она вообще состоится? Должна будет или нет? Какая? Роджер нас посылал к Ли-не-ниру. Да, она была, озеро? Вон то, к озеру? А, вот оно как. Ну тогда понятно, почему меня позвали туда. А то я просто это... Джеймс Джесси немножко жаловался. Ну, он может, конечно. Доброе, доброе. Доброе утро. Это что такое? Это лекарство. Есть. Есть. Нет, курить. Нет. Еще есть. Есть. Угостись. Давай. Сейчас. Сейчас. Начу, когда напряжен, что ли? Угу. Напряжен? Да нет. но и денечек вчера ты нормальный денечек а разве вот это вот землетрясение к вечеру было нормально ну я повалялся на земле я давно этого не делал мало кто не повалялся и даже не скатился с кровати но с кодуски спал я не хочу любым за счетом делать спал ой я что-то вообще спать не мог я не не спал почти всю дочь а я просто тяжко встал так и вам выпить надо мне кажется это верно а сам он уже открыть не знаю я вроде видел роджер но он шел в другом направлении рассказал чуть-чуть слушайте они где-то отходы сливает может там можно что от этой бутылки да ладно да ну звучит как бред можно же это сливать и делать можно до классные когда мы ждем тебя роджер на захватить как будто пилотно я не жду мне денег нет даже на кустар а есть хотите я бы нибудь посмотрел на на я вчера не могу вчера просто купил палатки с элисона могут и денег вообще не осталось а нам какая-то палатка лежала куда фиолетовую в разных палатках нет я говорю про то что она была свернута получится лиса сбежала она там лежит в ящике если я палатка нужна она там ваша нет она лежала рядом с фиолетовой палатки которая я так понимаю ваша не думаю а миссия не забыть куда поделась так она дома мы вчера ходили миссис токер вот это мог на побили но они это в порядке плавать я далеко от ну все стекла это чудно-чудно а кофе был кофе выше не хотели кофе и кофе спиртной конечно вам как обычно на кофе и алкоголь и пирог лимонный 2 кофе и алкоголь но у ром только обычный пока нету этого досадно ну да давай давайте давай на а Тяжелый день и тяжелая ночь. Я бы охотно послушал, учитывая, что все мы здесь, и все мы будем трапезничать. Хотите послушать, как человек мучился от того, что его это... Пырнули ножом? Ага. Я не думаю, что это была очень веселая тема для разговора. Я бы послушал, что это за негодяй может быть, мы его найдем и... Он же мертв. Сот его настиг, понятно. Доллар 95 капитал. Ага. Кто из вас первый пришел? Эмиль. Заказывай ты. Дай нас суп и кофе. Суп такими, да? Ага. Ага. А, я по-моему долларов не взял из дома. Я же утром обычный первый. Эээ. Могу я заплатить? Хе. Хе. 95 центов. Это щас. Сколько еще раз? 95 центов. Вот, я заплачу за него. Мм. Можно мне суп тыквенный тоже? Да, конечно, сейчас. Ммм. 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 К вам просто суп да? Ой, ну, да. Ага, ну вы съели суп. Сейчас я иметь себя принесу, подождите, пожалуйста. как-то даже не заметил как и звук там прошу тысячи но в принципе вы заплатили вы кушаете все нормально так откуда этот негодяй вылез вроде не из города имели доставили не из города что-то не так да вот я думаю у вас попросить оружие сразу положить на стол или все-таки рискнуть здоровье планы я чего-то тоже кажется не понимаю это тонкую нить я не понимаю благодарны скажем так за то что вы сделали за что что это не за можете здесь открыть можете потом открыть тоже сами решили добром назвать не пятница значит она добрый знаете после вчерашнего начиная тоже думал что я говорил на ох и ох и диндин я да да я с размерами не смог угадать поэтому взял несколько слушаю а я хотел спросить что они видели свои по-моему я увидел что простите капитан может ваша шкафа уже положил и мне надо все-таки пойти и объяснить а иначе боюсь убьют что вы там такого подарили ей обручальное кольцо не пришло заворачивать обручить мы с такой шавкой сели сделать должно быть все в порядке просто как мне нож в живот вставили мне должно быть очень весело и полагаю вам не должно быть весело вы должны радоваться что вы живы я очень хотелось побывать наш мочевый мусор получает а теперь нужно научиться танцевать я не представляю поинтересный подарок что шла додумать сети сегодня пришли чеку попковых надеть а вообще огромная картика жирная доклада или что для меня ста капитан я не разглядел что если там было там кажется балетки ну больные палетки для болезни он надо было помочь если что пишите без вопрос вы собираетесь вещать да сегодня путешествие путешествие это здорово вы люди скрытаются годами чтобы найти себе какое-либо место подождите вы нас покидаете а кто же будет утром наливать кофе миссис линч мисс филлипс не это мисс филлипс я понимаю ту которую мы уже второй день не видим но к сожалению она до сих пор очень болеет и тем более после вчерашнего до этого я вас не видел я бы счел что мисс филлипс теперь представляется другой мисс филлипс а не знаю такая роль поменяли сбежали из одного места и теперь ходите как гражданин сара рядом с мистером райдом мог бы такой местами делать почему шутки ранее даже ради шутки напомнить я кто-то притворился с сестрой когда письмо присюли я вас чем-то не понимаю о чем вы мистер роджер пойду-ка я дальше я тогда был вы хитрая лиса ну лисы довольно приятные не то что волки то самые взрывные и противные существа ничего вас когда-нибудь кусали нападали лисы от меня волки кусали алиса у меня едва добрали один раз на всего-то мне руку не палец ничего там соль я наверное ей палец когда орал мою я думаю меня бы тоже за палец тяпнули и как назло у меня лук был в палатке пока туда пока обратно и уже хвост простыл сейчас так кто-нибудь объяснит почему мне вчера земля тряслась а кто-то приехал даже спросу не сперва не понял это меня не отеля тряснула много пострадавших нет в некоторых домах побиты в итоге окна и есть еще кое-что я видела когда шла по улице как что-то вдали 2 квадра или спадала вниз с неба что-то огромные а а будто бы звезда упала еще одна мысли еще одну смысл еще одна смысл а мне говорила леди про две новые звезды звездочет и вот получается еще одна подождите звездочки что она еще сказала минутку вроде ничего а паталона до землетрясения или после да это было еще днем а потом на следующее утро началось я бы посоветовал про эту звезду вам более подробно сказать а одному мальчику седыми волосами почему с ним поговорите там будет виднее что ж а ну понятно дело что про нер про нер а нер а ну да есть еще всегда в нас и в этом городе ник а девушка есть никто второй раз про нее слышу и не сказал что она сейчас в городе есть ну ладно а пока какие волосы что ты сейчас она блондинка он нанесет и помню светлый очень м значит не только хотите что то об этом знает нет на него боя заинтересовала сит насколько я понимаю он могла ошибаться никому худая не станет если вы просто поговорить что нет тебе было подкрыть а понял дальше он не послушался открутить это было бы жестко но я бы это посмотрел как нормально теперь нет чтобы понимать навыки мисс понимаешь по-моему в самый раз учитывая его бог хранения нет нет в самый раз осталось только согнуться и показать хромающий вид как будто я у тебя заклинило в порядке все можно я в ванну вот она может не стоит ну попробуй я не помню всего лишь ради этого да ладно не мочи главное рану пожалуйста да 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 не старает вас насла ваша сестра да а когда вы успели встать возле в стульке а он и не успевал он здесь был я всегда тут был не просто вот лиросите пришел я просто под стойкой спала вы не заметили я потом проснулся это идеально по стёжной корочку пироги чего хрустящая корочка у пирога дайте куснуть извиняюсь у меня хорошо все вам заказать и не плачу я нет денег обычно когда плакают вам заказать это получается что оплату не платить у это отличная новость только не в лицо так а и акция задерживает контакт может сколько там на пирог 35 центов 35 еще тут лежит я их не заберу спасибо что кормить свободную прессу а что за проблема у редакции что она так скупо платит желание редактор куда-то пропал кто-то не выпал кофе а он никому не нужен как эта печенька благодарю сэр не разбрасывайте с газетой что я еще хотел купить ну это сейчас на путь держите если не секрет скромно говоря куда куда заглядят на юг наверно пойдет кто то еще мистер бэкин тоже куда то собирался еще не определился может хотите вместе с ним он говорит недавно убил какого то черного медведя правда я так и не понял забава ради или в качестве обороны учитывая что он сказал что почему то черный медведь который обычно лоялен к людям был агрессивен так что наверное ради защиты может съел что-то не то мужик что-то не нравилось не будет до малому я понимаю конечно стекла потрескались сейчас вопрос у меня ухо стало нет я прошу между осколками все в порядке я посмотрю хотел показать чтобы он что у него много работы сейчас что у него много работы сейчас приводит заказывает вставляет что-то да приходилось доброе утро привет это я что-то хотел сказать не помню что вообще пришел поездка верно там точно учитывая место кофе можно кофе а я сумасшедствие конечно уже еще от вчерашнего не отошли да про вчерашнее спасибо самое интересное что это все началось как я туда приехал я же говорю это все это из меня происходит вы решили мистера райта набраться и накручивать себе на делать я заметил то что это всегда которым сходят свет клином сходится да да скорее дооборот не следует туда не было в городе а тут было черте знает что не считается ключ смысл этой про это все толчки я был там откуда они исходили это будет какой то слышал кантурия еще чего-то знаешь там дальше строго риса на картах посмотреть есть озеро мистер пол учитывая ладно пошли такое я тут ни при чем мои руки чистый фигурально выражать а ну да я понял сейчас наверно надо ему посочувствовать я не хотел кому напрягать родину на что с ним если ты не слышал он довольно я говорю надо надо посочувствовать родину он бегает тут но вот то что я сказал всего лишь права на ты сразу усложливо побежала и оставить я не могу ну конечно это все вы делегировать и вы будете сами под себя подтвердить я думаю учитывая это место не под стать я понимаю почему тогда уходите уезжайте вас это достало может быть за что рожер уезжает из города страна да то есть уже что ли но сегодня он сказал это ничего себе я как бы ну знал то что он хочет это скоро уехать но уже сегодня ну видимо сегодня самый благополучный день надо после таких то вот этих вот того что было я тоже уже подумываю об этом я думаю что я забыл что я я не знаю что я не знаю что я что я не знаю что наверное забыли про окна что уточнить сколько их надо вести судя потому что он мне сказал и показал мистера это что я сам увидел тут тут это очень много окон что держит а сегодня что ли вы езжать собираешься да просто после этих всех землетрясения мне что-то я не готов рисковать в троубере только не уезжай нет почему не в троубере но я даже представить боюсь что там было если у нас тут стекла по полетели что там вообще даже представить боюсь а капитан ваша вода готова я понял да благодарю просто ну что вот эта война с полей меня я не готов так сейчас рисковать подождите это война а я не уве я не знаю что здесь будет твориться я боюсь я хочу забрать шутс я боеваться а кто а кто такой этот мистер поле если он собирается тут развязать войну а а так кратенько объясню мне сказал мистер найт что этот человек что застрелил розовый передавал про поле он из черепов а кто такой мистер поле я так и не понимаю ладно у черепов есть два лидера один идейный второй мозговитый и поле один из тех тех идейный он занимается оккультизмами оккультизмом носит маску и немножко страшный человек его никто не видел без маски никто не знает его в лицо и следующей юархии идет пять капитанов уже под капитанами все остальные как там много капитанов развелось в нынешнее время ну знаете если вы немножко проредите рядов ряды капитанов я думаю надеюсь не с меня начинаете вдруг вы один из пяти капитанов да это было бы для меня весьма я не знаю даже шокирующей новостью каждого члена этой шарашкиной кордуры скажем так картуар из привет используется но их выполняет неизвестно но кольцо с черепом это их визитная карточка а если кто-то подделает скажем так вас возьмут под белые ручонки отведут куда-нибудь где никого нет и поспрашивают а что это вы носите и не дай боже вы не член черепов или если вы член черепов то ну сами понимаете тут опасненько это так и так получите из венделю но ведь его она выходит я понимаю да я так понял вчера или когда позавчера нет позапозавчера одну из двух девушек убили голова или управы тоже что-то вроде капитана черный роз даже она была не про она была она была очень главная это они настолько решили объявить вот так вот да я понял на все на всю улицу на центральной все тихо приветствую привет вы тоже куда-то уже собрались привет что потому что нахал нахожусь здесь и говорят нахожусь здесь буду чай зеленый ай ай не кусай давай просто мясную воду сегодня без чая ты не заболел ну давай колик лоски чая три кружки зеленого чая рожера мышечку еще чашку кофе принести просто мясной лагу и все хорошо надо попадать и не 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 а где риски с тебя семьдесят с тебя сорок пять а ты мне как раз там монеты дал сейчас я вот так вот все сразу положить тут долго читать долго ну это тебе спасибо спасибо опускайся опускайся это вам спасибо чтобы подавали все что это же семена оптишка при месте поплавать я хотел такое как страны другого фасона смысли цветов так и говорите ну а вы как я там планируете в городе задержаться но если все настолько накалится как вы сгущаете краски то наверное стоит тактическое отступление за помощью а суток а собрать а ну землетрясения падающие звезды и ну нафиг да с кем не бывает у меня хватает у меня уже чашу переполняется что то у вас сейчас не объемные ну считайте сегодня перелилась первая капля я сегодня подписываю заявление в уходе и уже ты сдует он собирался ну планы были такие что постепенно все сделать а теперь все в ппх что часа с голодкой это вроде бы называется мениск когда такой словно линза натянуто над кружкой ой да 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 понятно и куда собирается ну и залезу и поеду кто планирует в принципе зиму переждать в принципе в принципе зима уже давно просла а вот у меня тут задержали некоторые дела и я никогда не об этом не жалею а у меня планы поменялись вы не в Китае не в Китае не в Застой стране и так далее в Китае в Китае в Китае пока не собираюсь а сестру сестру я носил поздравляю да я тоже сэндини для хорошего доброго утром не соснить добренького получается с чего начал темы честно говоря жду мистера на это что чтобы подписать заявление заявление да я сегодня буду собираться уже оденься официально более вылез официально я вчера работал последний день а сегодня уже ладно я же вам рассказываю да вроде бы я говорю что вот-вот уже поедем может не значит или сейчас нет нет спасибо вот прям мне завтра день вождения прости о правда не могу ну ладно я тогда буду за тебя за тебя бокал сока выпьет спасибо или так пуска стакан стакан соковый пив лучше дай ему дорогу тогда бутылку виски пусть отметит ему кстати почему бы не сколько там бутылка стоит 16 долларов а у не помню помню три доллара у нас скучный этот 19 долларов не стоит я буду знать что за что за божественный вкус за все холосы могу посмотреть сколько стоит у нас стаканчики вам налить если интересует я просто послушал бы на самый дорогой какой у вас есть 19 долларов вино вино два доллара тридцать центов стаканчик бокальчик стаканчик а так самое дорогое дэнилс а так и не название сколько это стаканчики три с половиной три с половиной доллара звучит не так безумно но все же можно меньше стакан сделать например но меньше объем можно пожалуйста но цена это останется невыгодно так стакан так до 3 доллара стоит кучей будем считать что да мы уменьшаем стакан тем дороже виски так а есть такая а можно свою на фортару то есть поменьше да конечно три с половиной доллара почему я же например я выберу маленький стаканчик который меньше два раза ваш мне кажется цена должна быть меньше почему это еще больше мой труд и потому что мне надо не пролить чтоб вы насладились этим вкусом накрутка уже идет ни в коем случае три качества осторожность количество и качество вы что-то уменьшаете другой прибавляет то закон равновесит сохранен капитан мне кажется можете продать свой разбитый корабль у нас берга за бутылку и как вам такая не вот тогда подождите я должен купить у вас разбитый корабль не если мы обменяем он там точно будет то что осталось вы считаете что рисунок корабля лучше самого корабля я же говорю нет он там точно будет поэтому есть сокровище были сокровищ подождите все остальное станет пред сюрпризом это адекватно человек я почему я-то адекватно но почему-то такое продают бенджамин сказал мистер рай что он сказал про меня что адекватный человек и я пока просто не прибавил к чему-то . мы говорили о том кал кто должен определять кто касать неадекватная кто адекватный говорю должен определять самый адекватный человек как вы говорит вы знаете таких людей в городе я говорю это роджер просто мы думали кто и более всех странный кто самый странный в городе поняли что мы сам сами тоже странные не можем определить кто странный когда сами такие вы не хлопайте глазами скажите кто самый странный в городе только честно уж эти но тут вы делите первое место мистер райц еще задним человеком здравствуйте скажите пожалуйста он просто не знаете где можно найти покера ладно давайте по итогам сегодняшнего дня вы посмотрите что произойдет скажете ну тогда как вы я пойду доставать выпивку только вышел буквально пару минут назад спасибо а зачем выставать это чтобы доказать что я самые странные в городе не но вы точно в тройке лидеров мистер райц я просто отец учил если ты не первый ты никто а нужно быть первым странным безумно можно быть первым безумно безумно господи надеюсь город выставит а можно чей до черный зеленый зеленый сейчас принесу а вы как капитан что это как себя чувствуете превосходно правда я смотрю все сегодня осматривают удочки осматривают удочки уезжают только из-за вчерашнего кто-то и да аккуратненько пи горячий нет сегодня только что есть печенье да конечно сколько печенье от 5 можно что даже вот эти печеньки которые здесь делают ну вот это миссис лишь готовить вкусных я вам докажу сегодня что я сам и стою 90 центов 80 опять мне считать я помню да отец говорится он не следует тут и никто о чем ты должен со мной поговорить очень очень приятно хорошо документ надо оформить вот полу полу венч держи спасибо отзыв а у вас нет работы это пол благодарствует я обязательно тебя завтра поздравлю в общем мы другого как это как это как братья только друзья вы даете мне работу потому что мне нужны деньги ага тогда я буду вам должен я должен однажды вы думаете мне работать это если какая то помощь нужна любом да да я считаю что как то с ней решила говорить я помню очень много авансовой помогает девушка должна сама за поручение я его выполняю любое конечно я вам любое любое ну кроме любителя людей нет ну тут потому что я вам тоже на самом деле советую я не знаю вообще это важно но почему-то люди себя ведут так как будто это не знаю а где тетя в белом а я не знаю я не видел наверное еще вообще-то там в полях в палатке сейчас секунду Гуди вы поговорили? что с тобой? ты что-то хотел? не знаю но как наивил ну ты же ты сегодня говорил ты понимаешь о чем я я не знаю почему она знает что я уезжаю ей про это роджер банк нет от ну-ка пошли я сейчас не понимаю чем-то ее мое пойдем доброе утро кто это там сашу лабра идет банда стекольчиков звучит как острые козырьки х 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 Так, а вам, если мисс Кейси подойдёт, то скажите ей, что её искала за чем-то пекла. Ай-яй. Идеально. А не хватает денег, да? Ай-яй. 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 Мы с тобой вдвоём пол сходим, документы оформим и вернём. А миссис Линч побудет здесь, в окружении безопасности. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Панику наводят, панику наводят. Здравствуйте, видите. Какое вчера было ужасное происшествие. Да, сама и все дома, спасу дырочки. Первым, где нам сразу же побежала к Серванту. Ну или или спасла. Чайный Сервин, что мы подарили, сможем на свадьбу. Ну главное, что берегу. Да ладно. Падила прочитала все окна и... ...нужно подать... ...новые полки на кухне. Подождите, а у меня страна это не сегодня, как раз в его... ...день, когда его нету? Ну, не знаю. А-а-а. Если так, то увольнение по факту, просто записка. Я уволен. А вот и свидание. Я сейчас понял, что да, сегодня... ...позже будет очень. А, попозже. Может вообще не придёт. А, даже так. Тогда... Только не уговори, не говори, что ты идёшь вот так. Не уговори. Нет, я... ...сейчас тогда Пола возьму с собой. Мы сюда вернемся быстро. ...бедный мистер на одни недели... ...одни сошли убытки. ...печальные новости. Да, его последние три дня прям ударили сильно. Физически и морально. Здравствуйте. 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 А, вот ты кейс. Вы не можете вам передать, что вы случились колокольцы. А, да. Вас, да. Да. Спрашивала даму в белом. Просто... Я одна на весь город в белом, или она... Ну, всё где по всему. На самом деле, если так подумать, то да. Нет, там было по контексту понятно, какое она их именно ищет. По крайней мере, ещё не тюзал. На самом деле, совсем чистый. Особенно после того, как вчера пришлось немножко... Не получилось в некоторые моменты удержаться, когда трясло. Ну, кстати, и как бы. Вы же не ходили дома. Да. Ну, все очень хорошо. Ну, относительно. Бегала с посудой. Как не знаю кто. По всему дому. Понимаю, понимаю. Вода испортилась. Надо чайник отмывать от нагиби. Да, конечно, я всё не буду. Сегодня какой-то день такой популярный в ванной. Ага, понял. А я-то думал, вы ушли. Ушёл сюда. Да. Ладно, пока да не. Да. Кик. Как хорошо, что пошла её проверять не я. Да не более не менее. Вот почему вы сказали, что там занято? Меня никто не предупреждал. Меня никто не предупреждал. Как это? Я сказал. Я сказал. Я говорил. Гайфировка. Я бы взяла её попробовать, если она есть. Конечно, сейчас. У меня немножко осталось. Так. А я возьму блинчики. Ну, давай чайник. Супер темным жемом. Пожалуйста. Ммм, горячий шоколад. Хорошо. Давайте нет, давайте зелёный чайник. Всё. Надоело. Чайник немножко вот так вот вплечемся. плещем потому что мы снеслись тогда аккуратненько очень щепет иногда чеки если лечки закончится врачей дорогущий яблоко лимон вишня черника а давайте чернику я тут над ней попробовала мне так понравилось что все это фиточки черника то понравилось еще ягода это же вкусно и упс как нужно пойти попить молока спасибо что на пол помню до свидания до свидания а вам доллар а вот чай а вы его забрали я положила доллар забрала кусочек пирога все 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 вы еще один положили а у пирога давайте тогда забирайте пирог ой всего разобрались ага все важно свободно а добрый день доброго дня надеюсь а миссис токер не забрала сдачи ну знаешь мне чуть повесло так а мне пять центов о перед вами щас отдам что то он как то напился но не совсем прости а что то сбилось да а вот бывает просто а а он перенадил что у нас пеканищество да 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 вам ванна еще нужна да мгм очень нужна мгм очень нужна окей мммм какой же вкусный черничный пирог а а после она вот добрый день просто день цвет вот я уже не добрый что ли ну день просто день очень вкусно да надеюсь надеюсь все вода греется сейчас наш мушкана подождать слушайте а кто готовит эти безумно вкусные пироги это моя заслуга что вы это просто сногсшибательно мой комплимент повару но правда же с ума сойти можно ягоды такой сочный и не липкий а прям пышный я кстати тоже самое говорю потому что можно стать таким же пышным как эти пироги и если сходить по ним с ума и постоянный тогда получается если я сойду с ума по пирогам то меня съедят но совет хорошего значит я могу сходить с ума по пирогам такой глухой звук все готовы можете сходить хорошо сейчас только кофе допьем и кофе ароматный у вас вообще тут очень приятно находиться спасибо за комплимент при вы куда-то собрались я смотрелась да вообще по-хорошему уехать собирался уже из города люди последний день куда же на ю потом куда как говорится копыт там юг нет ну вы имеете виду у меня не просто путешествие буду даже путешествовать интересно может тоже попутешествовать еще хотя тут конечно мистер рейта нужно довольно много помощи других людей кстати роджер может там это куда поедешь встретишь мистер ровер и мисс констанцию я уже месяц ровер вот нет я по штатам путешествую для насколько я знаю она во франции уехала флорида флорида потом уже путешествует не но если встретим то расспрашиваю потом письмо напишу ой перед привет передаем как они не хорошо кстати говоря насколько я знаю мистер райд скоро в нью-йорке садя на флорида чего нам куру маркетинга рельса подал все куда-то уезжают ну когда нибудь вернуться я точно сюда вернусь это кстати у по завтра день рождения я знаю мне он уже бутылочку рома предсказал выпить завтра за руби ну тоже хорошо пойду немножко расслаблясь вот я думаю надо было ей напомнить что там кипят только такого возраста стоит ли там услышим крики ничем быстрое предупреждение если уж так да и уже по крику будет понятно что поздно слышим крики а потом что такое я ведро поставил холодную воду все знают важно не знаю какая температура человека она значит будет два крика первое горячего до 2 холодный есть 1 2 2 веро я оставлю от них вот как раз для таких случаев не суд для каких не врезали в него то есть ей в него прыгать придется по моему и в любом случае придется выйдет но я боюсь в это ведро она не влезет не будем проверять случае крика в бесе слить это только если это на голову она наденет там когда на него не влезет машинка тогда можно считать то чтобы влезло никто же здравом уме не проверить ой 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 тоже верно когда мылся в общем ладно что же я тут все закончил так что на ну что ж я тут все закончил так что на это тоже потому что люди сказала что готовы тебя остановить да 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 ну щас что спросить все равно у нас есть у нас есть уроки суды имеем посещать то тут в городе происходит и чт где мой коль подонок ничоси а я не рассчитывал такого а я зато хотел себе купить новую шмотку мальтишку эту галадрань заменить закрывайся не хочет что до Edison к ай ай солнце не использует все короче зол не то это оно это оно уже и цветом подобрано а вот это локпайльтон сэммэнэс Теперь это надо склеить с двумя другими шмотками. Вот эту шмотку положить куда-туда. Для этого натяжно создать комплект. Вот эту бы я вообще оставил. Потому что пальто там и не выбрасывали. Ш-ш-ш-шляпы. Где там эта шляпка? Вот она. Кто там упал? Не кастомизация. Не кастомизация. Да, это создать комплект. Где там упал? 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 Продолжение следует... 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 кто-то там скажу проверить как это чистая в этой право будь уверена крыша дыряв всего доброго господа агонки зря вы пререкаетесь со служителями закона нужно быть друзьями достава говорите желательно есть некоторые особо с которой можно адекватно говорить а есть вот такие вот которые делают недоразумения я мог вам показать пальцем на человека который мне это точно попросил к тому же собака паршивая отчету свою случилось чего не стали тут они обвиняют в том что я нарушаю общественный порядок порядок бродя у них по офицерской крыше офиса ничего не ладно а а А что там пропомнил Эмин по поводу того, что я спаривать это при нем? Чего? Обратиться к нему. Обращаюсь. Либо к капитану, либо к лейтенанту. Ну, в общем. А помните, у нас было некоторое дело по поводу трябых крыш, которые я заприметил? На самом деле не помню. Ага. Ну, бывает. Пройдемся. Скорее всего, нужен будет еще один человек. Молчаливый, как могила. Что-то не так? Да, сегодня просто день такой. И что с этим днем? По-моему, куда лучше, чем пятница. Я вам забыл напомнить про жалфей. Я сначала видимо... А теперь уже поздно, хотите сказать? Возможно, нет. Но пока что ничего страшного. Это имело сроки. Вы вообще сказали, что может все быть замечательно. Может быть и так. Тут много мух, да? Я не вижу никаких мух. Ну, значит, мне кажется. Ну, поблизости уж точно. Мы с вами оба чисты. И намерения наши тоже. Само собой. Исправить недоразумение, которое получилось. А куда мы идем? Куда пожелаете. Так, а при чем тут... Мистер, как его там... Грейвс? Грейвс? А я не помню, что я про мистера Грейвса загляпнул. Что он понадобится? Зачем ты? Я не говорил ни слова про Грейвса. Сказал про какого-нибудь... Да. Абсолютно. А вы с ним вообще знакомы? Да. А, ну да. Точно. Вы не могли быть с ним не знакомы, потому что мы с ним и вами разговаривали. У почты. Речь была лишь о том, чтобы исправить это недоразумение по поводу крыши, в которой явно есть дыры, после этого отземнили трясение. И третьего человека, который ни вас, ни нас не должен знать. И будет ним как могила. Вы, наверное, это решили. Ага. Прокраиваться. Возможно. Нужен какой-нибудь шалопай, который сделает дыры явней для офицеров. И который потом оплатит работу по заслугам в двойном окладе того штрафа. Не так, чтобы меня это особенно интересовало. Вы же будете с этого иметь явные преференции. Надо подумать. А еще надо найти Пэкву, кажется. О, леса рухнули. Может и их надо отремонтировать. Какая досадная печаль. Видеть эту стройку в разрухе. Такое ощущение, что она никогда не закончится. Такими-то темпами. Это потому, что вы старались, работали, а все зазря. А почему же? Меня платили. Ну вот и я хотела об этом сказать. А вы хотите еще куда-то наличиться? Просто... Да, в лагерь Пэкве. А, извиняюсь. Я лишний? Он немножко за городом. Или что, или как? Что? Я говорю, я лишний? Да нет. Если хочется, можно и присутствовать. Мне все равно. А Пэкве вроде бы к вам привыкла. Но у нас явно и есть общие черты в характере и поведении. Это ею даже было замечено. У вас с ней? Да. Это мило. Это очень мило. Мы оба не можем обходиться без воды. Так, где это тут было? Дога. Поехали. Вы думаете, она вернулась сюда? Она же была в городе. Не знаю. Вдруг в городе я её не видела. Ну, стоило хотя бы там уточнить у людей. Зато мы прогулялись, не правда ли? Да. Да. Да, потому я и без лошади. Да. Сейчас послушайте. Ура! Субтитры делал DimaTorzok 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 Мне были неприятны до сегодняшнего момента с этим офицером были довольно легки все разговоры Субтитры делал DimaTorzok 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 Проверьте, там мы его могли увезти, чтобы привести в порядок. Наверное, у них некоторая договорённость с офицерами, и офицеры туда направляют всех коней, которые, может, отвязались и начинают создавать неудобства. Надо ещё купить рома, а то я почти не пьян. Тебе ещё хоть кто-нибудь? А вот и кто-нибудь. Мистер Пол, блин. Выпой полностью. Здравствуйте. Здравствуйте. Работа нужна? Какая? Коней переливать. Не на тележке, верно? Нет. Макл. Кажется, кентук. По кличке Пулик. Но у него такая длинная грива. Даже хвост длинный. Не приводили? Или, может, сам прибредал? Он здесь покуплен? Нет. Наши-то иногда могут прийти? Чужие? Чужие? Ну, уже был случай. Один раз он приходил. Странно. Он просто отходил, и он прям подходил. Не внутрь, но снаружи оставался стоять. Как будто ему канавязи нравятся, к которым он прежде подходил. Ну, вы спросили тогда у полицейских? Они должны знать, если он в городе, конечно, был. А если за городом где-то убежал, то... Я не знаю. В городе. В городе. Спросите у полиции. Хорошо. Спасибо. А вам чем-то помочь? По Ванцу и сказал, что нужно помочь перегнать коней. Угу. У нас четыре лошади. Двух нужно оставить в Роудсе, и еще двоих в Сандане отправить. Угу. Ну, я так понимаю, я не один туда буду ехать, как в Сандане. Нет? Ну, да. Ну. Так что надо бы четыре человека. Получается, пока два. А вот Мисс, она, получается, тоже с конями умеет обращаться. Может и ее приплесть? Ну, конечно. Она уже вышла. Да. Ну, вы спросите, если согласитесь. Хорошо. Да, почему бы и нет. Мисс Кесси. Да. Эээээ, там… Вы слышали же, предложение, может, по поводу перегнать коней… И требует четырёх человек, пока только двое. Я и мистер Бо Вансун. А, я не против. Чудно, я им передам. Если найдёте четвёртого, туда же его. Хорошо, а сколько платят? А, по-моему, не узнал. Пойду узнаю. Хорошо, я пока. Понятно, ещё. Она, в общем-то, не против, только хотела узнать, сколько платит. Ну, учитывая, что дорога довольно дальняя, я думаю, десятку на человека. Сандыни точно может заплатить, а робот, скорее всего, всем заплатит. Она точно будет не против. Ну, хорошо. Я и сказал, что если она найдёт ещё кого-то, слать сюда. Ну, да, так будет даже лучше. Я пока подготовлю. Не отвлекая. Хорошо, фото, да, немного пораньше. Ой, господи, попозже. Садимся. Пораньше. А у вас кулаки и так перемотаны ради драк? Или после драк? Я вообще сосклинилуюсь. А-а-а. Ну. Вы по голоду плодитесь. И? На деревья гляньте. А, я думал, это звери. Вы знаете, деревья обычно не дают отпор, поэтому это скорее тренировка на силу удара, чем на умение. На терпение более, чем на удовольствие, чем на удовольствие. А, посмотрите, я на первую адресу. Да, конечно. Помочь? Да, было бы не нужно. А, вот и всё, благодарю. Знаете, у меня вопрос. А? Как мы облатно добиваться будем? Мисс Зе Сур? А-а-а. Мисс Зе Сур? Анзелы? Да. Э-э. Залаботать не хотите? Перегнать коней? У меня есть деньги, спасибо. Угу. Понял. Мне лучше сейчас, думаю, находиться в городе. А, хорошо, понял, понял. Ну, что сказать. А, наши кони за нами идти не могут? Ну, не знаю, это за. Можем их звать. Мистолайт, всё в порядке? Да, всё в порядке. Ой, а когда это вы уже трощью обзавелись? Сразу после того, как пережил сердечный приз. Ужас. Ну и давайте по стопам. Не стал засалки не идти. В каком смысле? Ну, зато за ты-то воню. Значит, мне недолго осталось. Но, если одно дело, вы ничего подозрительного не видели в небе вчера? А мне сдашу бы не видел. Что? Мне сдашу бы не видел. Я ей рекомендовал пообщаться с линонером. А что? Ну, а что? Ну, а что? Давайте отойду. Ну, давайте. Давайте. Сэр, мы вас обойдем, я понял. Сэр, мы вас обойдем. Вот видите. Капитан, вот видите, в сторону мэрии, да? Туда посмотрите. Там сплошной туман. Вот в этой стороне упало какое-то небесное тело. Если это небесное тело большого размера, да? То, скорее всего, это метеорит. И если он упал рядом с городом, то городу просто конец. Вы, вы думаете? Да. Я бы хотел туда съездить, но меня не пускают. Ну, если вы утверждаете, что это конец, то, наверное, да, это разумно. Я просто видел подобное. Сначала все, кстати, хорошо. Потом землетрясение, наводнение. А потом болезни. Эй, что же нам делать тогда? Надо съездить и проверить, какого размера это тело. Также надо найти местного астронома, вот эту женщину. Я бы только ее туда и послал бы, пусть она и разбирается, короче, да? Вот, если ее найдете, скажите ей про это. Хорошо? Про вас и про это, да, понял? Не, про меня не надо лучше говорить. Хорошо. О чем беседуете? О том, что астронома, надо найти его и сказать про этот объект тогда. О, я сегодня не видела. И, кстати, у меня тоже не было. Можно походить по городу поискать. Вы уверены, что хотите? Сейчас походить. Вы уже поели? Да. Вы уже поели? Бомашка. А вам помочь с колонкой? Да, если не затруднит, пожалуйста. А конкретно наполнить вам флягу? Да, наполнить флягу, пожалуйста. Я могу вам собственноручно налить, либо подсказать каким образом это сделать. Лучше качаешь и дополняешь. Подойди поближе к колонке. Давайте я начну качать, а вы подставьте флягу и наберите. А вот еще и мои наполнить, если вас не затруднит. У тебя такая штука, это Мишу, что ли? Нет. И тем более я даже не знаю, кто это. Банкир же есть. У вас удается? Что-то не выходит, по-моему. А фляга у вас точно пусты? Может и нет. Давайте проверим. Давайте. пополнить карманы. Пожалуйста. Вот. нет она никогда не бывает лишней поэтому она всегда да у нас по всем, бим вы всё с каждым днём краше и краше у вас появились деньги на новую одежду, я вижу да, да, правда, ну, предыдущая порвалась немного, когда я начала переодеваться в рабочую одежду в салоне ну, оно того стало, чтобы вы начали выглядеть так лучше и лучше вы ей до этого были превосходно, но теперь вы меня с каждым разом заставляете больше и больше краснеть капитан ой, простите меня я прощаюсь честно, очень извиняюсь так, давайте я тогда попробую вас заставить краснеть вы уверены, что у вас это выйдет? я хотя бы попытаюсь посмотрите на матерого капитана и подумайте ну, попытаться, попробуйте у вас замечательные длинные волосы так, по мне волосы они не хорошо следите раз они у вас так густо растут я не видела других людей с длинными волосами, а вам очень к лицу они просто уже не первогодные ну как, не удалось? почти если вас это так беспокоит лично ну славу, хоть какое-то равенство небольшое пеква, ты нашла леди, которого хотела в белом? ну точно, пеква с мистером Майтом все же в порядке а, ну да, ты же с нами была а еще вопрос пеква, ты не видела астролога, астронома леди тут бегает леди в таком свето-сером одеянии мисс Санджелайн ну да, и Санджелайн, и Элис и в шляпе такой серенькой и довольно она вся в сереньком одета а дед выглядит как путешественница да кого еще раз? мисс Кроуль может ты ее слышала по фамилии? нет, такого не знает, кажется мистер Бенджамин ее ищет а ее, где ты видели? ну, вчера или позавчера сегодня еще нет ооо похоже, не знают ее ну да, я понял досадно а, может, ты знаешь кого-нибудь кто умеет еще на конях ездить, а то конюш мне требовались коны конники, в общем, перевоз э.. он умеет наверное вот да, он их ищет он нашел меня, и мисс Кейси Нужен еще один. Не знаю даже. Мисс Алис не хочет, мисс Анджела не занята. Я так понимаю, мистер Синклер вообще не в конденции. Что вы надумали? Мы ищем еще одного всадника. Наняла. Вот. А кого еще раз нашли? Мистер По, я и мисс Кейси. О, Кейси. О, Кейси. Да, я ищем уже несколько 귓опорид. j визе но перед тем как уехать м точку аспекин свежего воздуха ну как компик это как то сказал в почту пойму добрый день а на мое имя ничего нет а наверно не должно быть а что тут у вас есть у нас еще есть дача посмотреть и 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 Да блин, я чё-то не то делаю. Так. Опять водичка нужна. Водичка. Господи. Я слушал, в Голландии так делают. Слушай, а тебе строчили, Роджи? Что? Письма. Письма. Да мало никто не писал. У тебя маленькое письмо. Там происходил какой-то абсурд, который вас доконал или вас в принципе все доконали и я здесь лишний? Нет, вы не лишний. Меня просто мистер Райт довел уже. А чем он довел? Да вот своими, так сказать, просто уже довел. Ну бывает с ним иногда такой специфический человек. Своими странностями, да. Давай. Я вроде уже и привыкла, вроде как будто до сих пор не могу привыкнуть. Ну это да, это не просто. С ним довольно очень тяжело. Вы, кстати, как поживаете, капитан? Да, вполне себе хорошо. Сегодня не пятница, я тяжко встал, но сейчас вообще превосходно себя чувствую. Это замечательно. Эти двое джентльменов меня немного просто напрягли, они словно бы в тиски нас зажимают. Потому что мало ли, может я им должен и они решили с меня что-то стрясти. Ну они бы тогда, наверное, напрямую сказали. Ну да, но они пошли мимо и что меня несказанно радует. Ну и замечательно. Что, кстати, по поводу клада? А, никто не спохлотился, одному мне точно не стоит. Веллиус где-то потерялся, у него есть лопата, без лопаты. А большинюку лопату? Можно приобрести, но это же вложение в финансы. Финансы разных финансов, а вдруг там уже и не то чтобы клад. А если и клад, но только он не за один день делается. Там по меньшей мере точек пять, шесть. О, ясно. Насколько я помню. Жаль, все не в одном месте. А это было бы опрометчиво. Ну, тоже верно. Если бы кто-нибудь наткнулся, то все в одном месте. Все. Все неликвидно. Все отойдет тому, кто найдет. Может у мистера Райта спросить? Вдруг он знает, у кого есть еще лопата? Нет, я не сомневаюсь. Я говорю, можно здесь ее приобрести. Совершенно точно. Но это же, по-моему, десять лишних баксов вложений. Она, конечно, пригодится, но хотелось бы просто собрать дружину. Может она потом бы отошла на корабль со мной. У вас не смущает дождик? Вы не сильно? Немного. Это, конечно, в море привык к этому, но... Вряд ли вам стоит мокнуть и проставать. А что именно там в мистере Райта раздражает? Он не принял лекарство или ему не пора? Ну, он просто... Не знаю. Просто бред не несет. Ну, кажется, что она здоровая, а то ее так уже давно не видно. Ну, она сильно приболела, но в день стал немного лучше. Это ужасно услышать, что она приболела. А то ведь у нас с ней еще было дело, и она хотела обучиться на конях ездить. О, точно. Жаль, что она приболела. Так бы уже закончили, может. Ну, мне не к спеху, это для нее дело. Ну, да. Да. Ого. Ветер на ветках сильно. Да, холодновато становится. Вы думаете, вам надо приодеться теплее? Я могу вам отдать свое пальто? Да нет, спасибо. Не стоит. Я думаю, вообще надо бы к Кристру Рэйту вернуться, а то мало ли что может произойти. Аккуратно. Добрый день. Капитан? А, о, я вас и не узнал. А, бывает. Я просто уже готова к поездке. Я думала, вот эта чушка подросла, которую я рисовал для газеты. Которая нам выпивку в тот раз в коробочке принесла. Я не помню. Понимаю, понимаю. Денечек был тогда не самый трезвый. У меня сегодня абсолютно дерьмовый день. А что случилось? Я готова... Нам бы еще четвертого всадника. Насколько я понимаю, офицеры вообще охуели. Ну, я такого не говорила. Правильно? Это плохое слово. И про офицеров я тоже ничего не говорила. Охуели. Ну, в принципе, приличная еда. Да, да. Ели вкусную... Супы с рыбой. Ну, да. Ну, в общем, один только офицер Беккин мне помог, и он мне дал денег, чтобы я выплатила штраф за непривязанного коня. Хотя я точно помню, что я его привязывала, блин. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А, произволом. Просто чудесное, не правда ли? Ну, не сказала бы. Сами отвязали, сами заставили выплатить штраф. Надо на них управу найти. А, они так делают? Могут. А что им запретить? Спрет, правда. Причем, в бумаге не было указано, за что я плачу. О, это странно, с их стороны. И мне сказали, бла-бла-бла, бла-бла-бла, это не надо, потому что вы при свидетелях это делаете. Ага, ну-ну. При кладких свидетелях. Ну, если бы что-то сейчас произошло, все мы бы этому были свидетелями. Да. Например, если я ураню флягу, это будет свидетельство того, что я ураню флягу. И вы, мисс, тоже. Да, я хотел только что вам это сказать. Что стоит ли нам тут стоять, чтобы все тут... Нет, ну я, конечно, отожму рукава, остальное у меня все кожаное дно. Мисс Филлипс. Да. Не промокните до нитки. Не заболеете. Куда наш курс? Я к мистеру Райту шла. Байкваты была сегодня у этого нера, у которого твой клад? Да. Он на месте. Кажется, он отдыхает. Ну, ладно. Я думаю, не успеха, это все больше информации. А что надо? Да, Бенджамин заговорил про этот звездочета и звезду. Спросите нера. Ну я посоветовал к нему обратиться. Да. Мне показалось тогда не что-то такое. По словам у нас. В общем, офицер Беккин собрался поехать с нами... А, чудно, чудно. Я хотел предложить, но думал у него... Вы поедете, да? Куда вы едете? А коней, я же говорю. Коней отвозить. Коней отвозить. Коней отвозить. Отдельно сидеть на коне. Ну, просто сидеть. Ты его управлять не умеешь? Не пробовала ни разу. А знаешь что? Я тебе дам своего коня и просто его подзову. А ты будешь на нем сидеть. И он будет идти за мной. Как тебе такое? Я боюсь, конь может оказаться немножко неуверенным с тебе в некоторых ситуациях и его как понесет. Если будут такие ситуации, я буду поблизости и готов буду совершить маневр любой, чтобы уцелел ребенок. Так, не к чему. А не, ничего. Вы замерзли уже? А, да. Подожди. Понимаем. Не лето. Ничего вообще, подожду. До лета. Прямо стоя на этом месте? Да. мне кажется это забавно или я похоже заразился от мистера это немного так получается вот так вот прям ночью идти сейчас конюшней дело и это мэда мы начали кого-то из филипсов или это а вот филипш да что-то по мишера и снова куда-то блять намылился в смысле давайте же мной получается без мистера бекина нет и вот как вы теперь стало моим почему без мистера бекина нет четыре всадника нужно сказал в общем в конюшне сказали 4 нам нужно на чем-то возвращаться да потому я и зову пеку в расчет возврата никого не брали поэтому 4 всадника это упор поэтому пятым вот я жакенем выбрал пеку коль уж она хочет а я только за мы готовы но там какой-то балаган опять с мистером райтом стоит наверное туда пойти посмотреть хотя мы что за спринял может проще всем старая разобраться со всем этим не возникли в департамент а мы так никогда не собираемся а сейчас ночью ночью не самая лучшая идея вообще направлять в том числе ты видела что данная старая цены не поняла но я надеюсь все будет хорошо потому что там уродня а то что мы можем ехать тогда бекина надо тернуть он пошел сообщить что мы выезжаем так что я думаю а да я понял а кто еще а я в кустике а ну давай давай на дорожку то а я за водой взял нету крафта потому что весь крафт тут оп крафт 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 х кр кр х х х х х Добрый день, мисс. А вы умеете управлять сосканем? И есть ли у вас свободное время? А можете прежде подойти? Да, без проблем. А вы... Капитан? Ну да. Вы вчера топтались в твоих цветах? Нет. Мы тогда... Пекву подвезли, потому что... Там и мистер... Нерпул, и в общем все там были. Был балаган, джунки, землетрясение, я думаю, вы его видели, знаете. А это когда вашего коня повело? Капитан с нами едет мистер Линч с повозкой. У нас я просто на повозке. Я думаю, наконец-то... А-а-а... Не подходил. Капитан, вы любите его на своё лицо? Вы хотите в него влепить? Вы уверены? Это звучит как угрозы. Нет. Это не звучит как угрозы. Просто это звучит нелепо. Нет. Но это всё звучит как абсурд. А почему это звучит нелепо? Это не звучит как угрозы. Это не звучит как угрозы. Это звучит... В принципе, я бы сказала, начался он с того, как капитан взорвался на мистературу. Еще раз. Причем-то. Ты тронешь мои цветы. Будешь копать... А за какие-то цветы. Ничего себе. Ртом. Это больно дерзко. И шо это было? Прошу извините. Не плохо. Капитан, а вы всегда тянетесь к своей шпаге, когда вас девушки трогают, да? Совсем нет. Я... Немножко после удара ошеломлен, вашей бойкой леди. Это только начало, милый. Удачной поездки. Вы так контактный. Гляди, чтобы я с тобой контактным не стал. Потому что вчера, правда, было лишнего ночи. А с ней что в порядке? Почему она из какого-то цветка так бесится? Какого цветка? Потому что когда... Как будто бы кто-то растоптал. На самом деле я даже видела, что там ничего не было растоптано. Клумба была растоптана. У меня была с другой стороны. Да мне плевать, с какой стороны вы были. Это было на моей территории. На мою территорию врывается. А это за вчера? Чудно у нас женщины заговорили. Что значит придумала? Слушайте, мисс. Давайте вот как. Если мы будем распоряжаться законами нашего чудного штата, вчера этого чертового капитана я мог вовсе застрелить. Потому что с низ хера на мой чертовый дом залезает капитан на своем коне, начинает бегать чуть ли не рысью. А у меня есть ребенка. Никакого ребенка у него там не было. Пэкова. И так и... Пэкова. Чудно. Поглядите, как рядом забор находится с дорогой. Где, собственно, надо останавливаться и высаживать и выгружать все, что вы привезли. Передавая дорогу. Мисс, закройте свой паршивый рот. На мою территорию... Рот, сам свой заткни, пожалуйста. Мистер Бэкин, тут не творится произвольный. Успокойтесь, стерк. Есть ли что? Вот именно, что ты я и тебе никто, чтобы ты сейчас со мной по подобным-то не разговаривал. На мою территорию никто без моего права и разрешения не может врываться. Кто-то так еще раз сделает, получит пулю в об. У меня стоит... У меня есть проблемы. Мне кажется, стоит уточнить картаведам, где заканчиваются и начинаются ваши территории. Забыл? Долбовед. Не факт. Оставим грубости. У нас сейчас ждет работа. Так какие грубости? Я о том, что юридически может же казаться, что с топор не на том месте. Такое частое явление. Из-за каких-то цветов, из-за которых психанула баба, мужик начинает угрожать смерти другому человеку. Это обычное дело в социуме. У нас сейчас действительно дело, и, собственно... Секунду. А кони готовы? А, да, сэр. Ага. Сейчас скажу. А все стоили по... А пол где? Пол где? Пол где? Пол где? Пол где? Пол где? Беква, ты хочешь на коне прокатиться или с мистером полом в телеге? А можно и в телеге. А ну тогда чудно. Усаживайся. Ага. Ой. Возьмите, пожалуйста, вот здесь, вот, это вы дорогу. И капитан, вы тогда вы с нами? Да, да, да. Да, да, да. Вот от этого белого, экранного? Да, да, да. И вы тоже на добровольц. Иди сюда. Так, я думаю, мы с тобой подружимся. Тихо. Тихо. Что вы делаете, сколько стоит такое лучше? Какое у вас было? Просто не объясняю. Я думаю, наверное, какой-то. Там какой-то бурый с темной гривой. У нас просто делается, что... А вы разбираетесь? Какого хранения? Я, нет. Положат к этому хранению. Чисто визуально, так. Вот здесь вот, я знаю. А, мистер Поавансун, у нас ведущий, верно? А, да. А, мэм, вы тогда, как вы просили, до Сан-Дани едете, и По тоже туда едет. А вот эти две, получается, в Роудс. Насчет Мустанг, да, вы, наверное, правы. Он где-то 60 точно стоит. Хорошо. Джесси. Ну, впрочем, есть очень хорошо. Джесси, вы сны? Джесси, а как больше полное имя? Или Джесси, это и есть полное. Просто Джесси звучит как-то, словно оно обрезано, укорочено. Джесси, это полное имя. Вот, если брать мое имя, то мое имя полное, это капитан Грегори. Дау. Ага. И что? Понял. Полное так, полное. Вот это я хотел уточнить. Просто мне как-то неловко было всегда обращаться к вам. Джесси. А фамилию я прошу просто не расслышал. Наверное, вы никогда не представляете. Ага. Все. А вообще представлялся. Ну, в общем, да. Хорошо, извините. Тогда что забыл? Ой, так. Останьтесь. Мы до Сан-Дани съездим с местовым дельтем на полоске. Ой, с полоской. И со мной. Да. А потом мы вернемся за вами из Сан-Дани. Привет. Я один останусь в Роуз? Нет, ты все капитан. Что, капитан? Говорю, вы в Роузе останетесь, пока мы до Сан-Дани съездим. И с полоской вернемся. А, даже так? С полоской вернемся. Подождите, а почему нельзя в Роузе оставить, чтобы люди сели сразу на полоску и до Сан-Дани? А что нам нужно в Сан-Дани? Ну, и так можно. Вот. Не столбимся. Ты голова. Я не успел услышать и понять, что сказал Пол Линч, но... а что нам нужно в Сан-Дани? Может, мы, как конницы, можем это притащить с собой? Вы коней до Роуза, мы коней до Сан-Дани. А, ну... а что, ну... а сразу после Роуза мы на... это да? Да. 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 Да.